Как и в любой стране, слабо развитая инфраструктура отрицательно отражается на развитии экономики. В Кыргызстане очень слабая инфраструктура, поэтому именно проекты ГЧП дают нам возможность привлечь наилучшую мировую практику. И для нас очень важно, даже не столько сами проекты, нам необходимо научиться, как это делать правильно, быстро и максимально эффективно. При помощи IFC мы проходим очень хорошее обучение международного уровня по международным стандартам и практикам. Это дает нам возможность окунуться именно в самую гущу событий, получить самые лучшие практики, опыт, кейсы. Это дает нам возможность просто открыть глаза, насколько это сложный, насколько это очень многогранный и полезный инструмент – государственное частное партнерство. Умение смотреть на вещи по-разному, умение перенимать и быстро впитывать эту информацию – это поможет нам избежать очень серьезных глобальных ошибок при реализации проектов государственного частного партнерства и вообще инвестиционных проектов. В тренингах, которые нам профинансировал IFC при помощи PPMG программы, мы смогли сформировать внутри нашего государства программу, именно группу единомышленников, которые работают, во-первых, в сфере государственного частного партнерства, в сфере инвестиций. Мы друг друга узнали получше, узнали свои плюсы, минусы, сильные и слабые стороны и сплотились в определенную команду. Это очень здорово нам поможет не только полученными знаниями, но и работа командная. ГЧП 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 Потому что ГЧП является новым направлением для развития экономики, и в то же время это является инструментом, который будет развивать Кыргызстан в целом. ГЧП Международная финансовая корпорация является одной из организаций, которая оказывает правительством такую услугу, как структурирование проектов, и, соответственно, в конечном итоге он доводит данные проекты до подписания соглашений. То есть это является определенным успехом как для правительства, так и для частного сектора. ГЧП Я получила такие ценные знания, как структурирование проектов, подготовка, распределение рисков между государственным и частным партнером. То есть данными знаниями я обладала раньше, но не знала, как это правильно сделать. Моя работа значительно облегчается, потому что благодаря данному тренингу я научилась правильно структурировать проекты, правильно оценивать проекты, выгодны ли они для государства, и каким образом я могу привлечь и заинтересовать частный сектор для реализации данных проектов. Лучше управлять проектами Частный бизнес, в отличие от, к сожалению, государственного сектора, и поэтому, особенно касаясь инфраструктурных проектов, это самый эффективный метод привлечения инвестиций в нашу страну, и это очень сильно влияет на качество оказанных услуг, потому что частный сектор более эффективно использует те ресурсы, которые мы предусмотрим. Она очень хорошая нам помощь оказала в первых проектах по частному партнерству, например, у нас услуги Модиализа, это был первый проект в стране, даже в Центральной Азии. Возвращаясь назад, если проводить ряд тренингов, возможно, некоторые вещи мы сделали, может быть, даже и по-другому. Поэтому, я думаю, тренинги очень важны, мы надеемся, еще будут тренинги в будущем, то, что нам нужно еще думать, как провести процесс координации после подписания контрактов. Я стал сейчас только понимать, что мы делали раньше. Сейчас, например, уже, да, у нас тоже в госслужащих нет времени, все это оценку проводить. Даже если будут проведять эксперты, то есть мы уже знаем саму структуру, как это делать уже, в принципе. Мы знаем, что, даже какие вопросы ставить, и мы можем даже давать определенные рекомендации консультантам или экспертам, которые будут помогать нам разрабатывать проекты по частному партнерству. Возможно, подходы у нас будут меняться, и это должны видеть и частные партнеры, которые хотят работать с нами. Если они видят, что со стороны государства или со стороны определенных экспертов есть определенные знания по частному партнерству, то я думаю, что они могут прийти в наш рынок инвестициями, зная то, что здесь работают капитантные профессиональные специалисты. Механизм ГЧП дает возможность нашей республике привлекать хороший опыт, деньги для строительства, потом в последующем развитии инфраструктуры в нашей стране. Очень важную, потому что, если пример взять, первый наш проект, предоставление услуг гемодиализа для ненаселения, она была реализована непосредственно при участии АИСи, Международной финансовой корпорации, в последний год. АИСи профинансировала прохождение курсов сертификации EPMG, SP3P для 42-45 государственных служб. Там также проходили обучение не только государственные службы, но и частный сектор, и юридические компании, и другие вовлеченные лица. Для меня было большим открытием активного участия в финансовых институтах, в проектах ГЧП в других странах. Так, наши тренеры, они сами имели практический опыт в финансовом закрытии проектов в Российской Федерации, в Казахстане. И мы просто по практике в нашей стране не сталкивались в работе с банками, с другими финансовыми институтами. Они как бы работали непосредственно с частным партнерами, из-за этого мы не осознавали очень важную роль этих органов в реализации проекта. Наши знания до этого, они были как бы определены или ограничены тем уровнем знаний, которые мы имели до этого. В каждой отрасли в нашей стране сейчас, по причине того, что они прошли эти курсы, есть уже готовые специалисты, более-менее готовые специалисты, которые могут более качественно реализовать проекты ГЧП. Инфраструктурный проект очень затратный, и государство само не в силах реализовать такие проекты. Поэтому частное финансирование является очень важным аспектом в реализации проектов именно в части развития инфраструктуры. АИФС имеет огромный опыт в мире по реализации, по подготовке проектов ГЧП. Мы считаем то, что именно АИФС служит той поддержкой государства, при помощи которой развитие ГЧП идет в ускоренном режиме. Вопросы, касающиеся именно структурирования проектов, скрининга проектов, возможности применения ГЧП к тем или иным проектам, именно в моей части работы, это окажет очень положительное влияние именно в части подготовки данных проектов. Качество подготовки проектов в государственном органе выйдет на новый уровень. В рамках этих обучающих тренингов эксперты от государственных органов получают те необходимые знания, которые необходимы для качественной подготовки проектов, для качественного структурирования проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова